Начнем со сводки ДТП. За выходные на дорогах Бурятии произошло 70 аварий. В поселке Нижний Ангарск 39-летний водитель Тойоты Калдина не справился с управлением и врезался в электроопору. Он и 31-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу. В Яравнинском районе маршрутка сбила лошадь и слетела в кювет. В салоне находились люди. В результате ДТП пострадал 38-летний пассажир. Его с травмами доставили в больницу. По факту аварии идет проверка. Надзорным органам будет дана оценка законности принятого правового решения в соблюдении требований безопасности дорожного движения законодательства о пассажирских перевозках. Сегодня утром в селе Ильинка Прибайкальского района сгорели 70 куриц. Огонь охватил две стайки. Постройки сгорели, птиц спасти не удалось. По предварительным данным причиной возгорания стала обогревательная лампа. Тем временем мэрия Улан-Удэ просит горожан соблюдать правила пожарной безопасности. В столице Бурятии увеличилось число пожаров в частном секторе. С начала октября от огня погибли три человека и еще девять травмированы. Следите за исправностью электрооборудования и за правилами безопасности с огнем. Главу Тумкинского района оштрафовали из-за свалок. Как сообщает в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, Чингис Маншеев не принял меры по ликвидации свалок на земельных участках, которые находятся в собственности района. Это привело к срыву графика вывоза отходов. Главе района выписали штраф. Сейчас устанавливают стоимость работ по вывозу мусора. Тем временем в Анахое свалка разрослась до размера трех футбольных полей. Общественники Бурятия беспокоены бездействием властей. Мегапомойке уже около 70 лет. По решению суда ликвидировать ее должны были в прошлом году. На это районным властям дали шесть месяцев. Однако на месте ничего не изменилось. Общественники Народного фронта обратились в прокуратуру. Выяснилось, что в октябре в суд ушел очередной иск, но уже на администрацию Анахое. За отсутствие контроля по исполнению судебного решения пристава исполнителя лишили премии. Администрацию района оштрафовали на 30 тысяч рублей. Подполковнику Мункожаргалову Дашибалу Церендаржевичу. Еще один военный из Бурятии стал героем России. Дашибал Мункожаргалов получил высокую награду. Медаль «Золотая звезда». Боец родом из Запкрая, но служит в Бурятии в 11-й десантно-штурмовой бригаде. Помимо почетного звания военнослужащему полагаются ежемесячные выплаты и льготы до конца жизни. Кстати, медаль сделана из настоящего золота. Продолжение следует...